Национальная сборная Беларуси по футболу провела последнюю репетицию перед стартом в отборочной кампании к Евро-2016. На изумрудном газоне Борисов-арены наши земляки принимали гостей из Таджикистана. Первый тайм дал не слишком много поводов для оптимизма немногочисленной борисовской публике. В самом дебюте матч азиатская команда осталась в меньшинстве после удаления защитника, а через две минуты после этого ее ворота размочил Игорь Стасевич. Но за 10 минут до перерыва Фадхулоеву неожиданно удалось восстановить паритет. Такой поворот сюжета явно не входил в планы подопечных Георгия Кондратьева. И после межтаймовой паузы они устроили настоящее голевое пиршество. В промежутке восьми минут нашим землякам удалось четырежды огорчить гостевого голкипера, доведя счет до разгромного. Свои фамилии на табло записали Корнеленко, Кривец, Олехнович и Кисляк. Вишенкой на торте этой уверенной победы стал гол Ильи Алексеевича за 15 минут до свистка 6-1. Во втором тайме попросил ребят добавить скорость и прибавить в контроле мяча. Как это начали делать, так и команда многое стала получаться. Быстрый футбол играли, фланги хорошо побежали. Мы давно не играли вместе и требования тренера должны были какие-то выполнить. И в принципе сыграться, почувствовать друг друга. Я думаю, нужная игра. Хорошо, что выиграли. Молодежные и юношеские сборные нашей страны сегодня тоже не сидели сложа руки. Молодежка принимала на Минском стадионе трактор сверстников из Лихтенштейна и одержала сверхуверенную победу 5-0. Дубль на счету Руслана Тиверова. Еще по голу забили Евгений Лебедев, Сергей Карпович и Александр Кротов. А вот команде, составленной из игроков не старше 19 лет, почувствовать вкус победы не удалось. Белорусы уступили юным эстонцам 1-2. Далее хоккей на траве. В чешском граде Скорлове продолжаются матчи первого раунда мировой лиги, в которых принимает участие наша мужская команда. После убедительной вторничной виктории на Словакии 5-2 белорусы расправились и с их соседями чехами. Хозяева соревнований были обыграны со счетом 3-2. В составе нашей сборной дублем отметился Иван Луцевич. Еще один гол оформил Максим Сатюк. Следующими соперниками наших парней станут лицовцы 6-го и украинцы 7-го сентября. В преддверии нового сезона состоялась презентация мужской гандбольной команды «Скаминск». Чтобы подчеркнуть важность момента, игроков и тренеров собрали в штаб-квартире Национального олимпийского комитета. Съемочная группа СТВ также присутствовала на мероприятии. В зале олимпийской славы немало фотографий гандболистов. Один из чемпионов Александр Коршакевич нынче трудится в тренерском штабе армейцев. О многих собравшихся в НОКе можно было сказать – сошедшие с портретов и экранов. «Скаминск» богатая история, напомнила которой ведущий мероприятие гендиректор клуба Павел Галкин. Трофей, завоеванный в новом миллениуме, кубок вызова ЕГФ, был передан в музей НОКа. Украсит экспозицию и награда «Спорт. Школа жизни». Легендарный тренер Спартак Петрович Миронович получил ее от Международного олимпийского комитета. Под руководством гандбольного мэтра будут тренироваться новобранцы. Им вручили игровую форму. Защищать цвета клуба для них большая честь. Это чувство ответственности, потому что клуб с историей. И я думаю, каждый, кто находится в этом клубе, включая меня, пришел эту историю продлить. «Скаминск» является кузницей кадров для всех, без исключения сборных. По пять гандболистов выступают за национальную юношескую команды, девять – за молодежку. Самые преданные болельщики – минчан, люди с погонами. Среди них было много суворовцев. В училище работают уже два гандбольных спецкласса СКА. По численности не уступали им воспитанники «Дюж». Зал приветствовал обновленный состав главной команды. А наибольшие аплодисменты достались Ивану Бровко. На общем собрании он был избран капитаном. Впереди новый сезон. Ждем отмечан красивой игры и победы.